Еще раз расскажу о том, что нас сегодня ждет. Мы сегодня будем делать динамическую медитацию вначале. И после динамической медитации, когда мы подготовим наш разум к спокойной медитации, сделаем медитацию на центр души, медитацию на хару по системе рейтинг. Может быть, кто-то слышал уже о ней ранее. В чем прелесть динамической медитации? В том, что она влияет сразу на оседание, зрение, слух и моторные органы. То есть мы во входе динамической медитации максимально замедляемся и настраиваемся в универсальную мантру, которая помогает нам прийти в баланс, замедлиться и прийти к гармонии. Нам всем лучше быть к этому готовыми. Из чего состоит динамическая медитация, которую мы будем сегодня делать? Их много, и сегодня мы будем делать медитацию ладлитом марминга. То есть это медитативный танец, который как раз призван для того, чтобы подготовить спокойную медитацию. Во время медитации мы будем петь мантру Киртан и настраивать на вибрации самой мантры на санскрите и еще убаюкивать свой мозг. Мантра на санскрите звучит следующим образом. Баба нам кевалам, что в переводе означает как высшее сознание – это то, что есть. То есть это такое очень трансагрессивное понятие – высшее сознание. Чтобы легче было настроиться, особенно если вы не медитируете первый раз, вы только-только начинаете и практики мало, можно сконцентрироваться на любом понятном для вас позитивном чувстве. Любовь, восторг, какая-то свобода, счастье. Да, то есть какие-то позитивные чувства, то есть высшее сознание – это все, что есть. Любовь – это все, что есть. Баба нам кевала. Мы поем Киртан и сдаем ритм и мантре, и танцу, да, самому, самой Лолите Мармисе. Что означает вообще Лолита Мармис, да, от чего это идет? Лолита в переводе с санскрита – это красота, нежность и божественная красота. Марма – это самый центр нашего сердца. То есть это танец с глубиной, с глубиной любовью, нежностью, идущей с самым сердцем. И когда мы танцуем Лолитам Армису, мы вступаем большим пальцем одной ноги за пятку другой ноги. Очень аккуратно наступаем на подушечку. Мы чуть позже покажем. Мы аккуратно наступаем пальцем большой ноги за пятку основной ноги, да, при этом опору на ногу присгибаем в колени и перемещаемся на другую ногу. Почему опора идет именно на подушечку большого пальца? Потому что меридианной точка на подушечке большого пальца связана с нашей коронной чакрой, с Ахасрарой. И тем самым в танце Лолита Мармиса мы стимулируем нашу коронную чакру, что опять же помогает настроиться на качественную медитацию и прийти к высшему, да, сознанию, к высшему я. Настроить с ним такой контакт. Ну, а тот факт, что мы присгибаем носик и колени, да, ведущие ноги в ходе динамической медитации, в ходе мантры, это как раз разогревает наши колени для дальнейшей медитации. То есть мы можем сесть в удобную динамическую позу, лотоса, полу лотоса, по-турецки, что как может, кому как удобно, и уже спокойно медитировать, потому что наши колени и наши ноги будут к этому готовы. Не будет сложно, не будет никакого дискомфорта, и будет максимально качественно проведена практика, потому что ничего не будет отвлекать. Также у нас в танце, помимо, да, самих движений, есть еще две составляющие. Первая – это ритм, то есть мы вступаем с ноги на ногу, да, то есть бьем пальцем одной ноги за пяткой другой ноги в ритм пения манты. То есть мы поем и задаем ритм. Тем самым, опять же, да, как я уже сказала ранее, мы убаюкиваем, как будто будет свой разум, расслабляем тело и погружаемся в такое немножечко транспортное состояние за счет того, что поем мантру и делаем вот эти вот убаюкивающие движения. Можно сравнить с тем, как мама младенца укачивает на руках, то есть мы будем делать примерно такие же движения. И второе – это мудра. В Лолитом Армике есть две мудры. Первая – это когда мы складываем руки на груди, да, в намасте, которая означает, что мы излучаем и принимаем любовь и благодарность к сихью органами чувств, принимаем и направляем их, и принимаем их и направляем к сихью опорными органами. Следующая мудра – это когда руки у нас раскинуты вверх, подняты вверх, ладонями от тебя, то есть ладони раскрыты. Эта мудра – она означает наивысшее блаженство – соединение с Вселенной. В ходе Лолита Мармике мудрые могут чередоваться. То есть когда вы входите в медитацию, да, и в состояние вот этой хармы, так называемой, когда у вас идея самой мантры настолько вас погружает и завораживает, да, настраивает на нужные ритмы, руки стоматически хочется раскинуть и хочется продолжить танцевать в этой мудрой. Важный момент – в ходе танца руки нежелательно, чтобы опускались вдоль туловища, в принципе, их нежелательно опускать, и нужно концентрироваться не только на мантре, но и на нашей коронной чакре, то есть она находится на уровне затылка, да, татрара чакры, то есть мы пропеваем мантру Баба Нам Сива Лам, да, высшее сознание – то, что есть, и концентрируясь на коронной чакре, мы как раз максимально сонастраиваемся с мантры, сонастраиваемся сами себя для медитации, и себя подвигаем вот в связи с высшим сознанием, настраиваемся до конца. Остановиться и опустить руки в ходе Лалиты Марминки можно только в том случае, когда вы достигли кика концентрации, это как раз означает, что ваш организм готов остановиться и готов спокойно медитаться. Медитация, когда вы будете сидеть, дышать и продолжать свою практику уже в спокойном состоянии. Вот, это, наверное, такие азы, о которых стоило рассказать перед началом, и я думаю, что можно уже показать. Сосредоточиваемся на нашей коронной чакре, да, на сахатраре, на затылке. Первое движение у нас – левая нога идет за правую, и аккуратно, нежно, носочком, да, подушечкой большого пальца мы наступаем за пятку. Вот, так. При этом опорная нога немножко предъебается. Пам, вторая нога. Опорная предъебается, палец большой ноги идет за пятку. И мы отбиваем ритм, ну да, грубо говоря, отбиваем. Уходим в ритм, поем мантру, и когда вы почувствуете, что хочется раскинуть руки, вы их просто раскидываете. Если нет, ощущение, что прям хочется, можно не раскидывать. Но иногда, когда физического ощущения, физического желания раскинуть руки, перейти во вторую мудру, нет, можно это сделать. Немножечко помедитировать, танцевать Лолиту Марнику во второй мудре, да, с раскидывателями руками, да, с раскидывателями руками. И вот это вот ощущение, что кроме тебя и вселенной ничего нет, оно появляется. Что касается того, сделать медитацию, да, с закрытыми глазами или с открытыми, я рекомендую делать с закрытыми глазами, но периодически их открывать, чтобы не смотреть, никуда ли вы не ушли, что ли вы не ударились и так далее. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok